Актуальные новости этого дня и подробности последних событий часа. Мы продолжаем держать вас в курсе событий в прямом эфире. И вот новые подробности бытового взрыва газа в Рязани. Оказывается, жильцам этого дома отказывали в установке индивидуального газового оборудования. Частная фирма не взялась за работы в одной из пострадавших квартир. Все из-за того, что у жильцов не было документов, которые подтверждали бы исправность дымохода в этом доме. Так что на этой информации можно построить еще одну версию теперь, почему произошла эта трагедия. Под завалами дома в Рязани людей не нашли, но поисковые работы сейчас продолжаются. И при этом спасатели все-таки не исключают и повторного обрушения конструкции. Людей, которым угрожает опасность, сейчас эвакуировали. 15 человек обратились за медицинской помощью после взрыва. Об этом рассказали в Минздраве Рязанской области. У всех пострадавших легкая степень повреждений. В основном это небольшие переломы и отравление бытовым газом. Всем оказанной медицинской помощи жизни на сегодняшний момент госпитализированным ничего не угрожает. Трое в результате взрыва погибли. Личность одного мужчины сейчас уже установлена. Это Михаил Конкин. Ему было 50 лет. Он жил в 54-й квартире этого дома. Центральный аппарат Следственного комитета подключился также к расследованию взрыва газа. И следователи допрашивают работников газовой службы. Возможно, после этого будет названа и более точная причина этого ЧП. Некоторые жильцы ввинят во всем местную власть, которая, по их мнению, и довела ситуацию до трагедии. Вот, например, в интернете на форумах люди такое пишут, что они замерзали без тепла, горячей воды. И были просто вынуждены устанавливать себе приборы для индивидуального уже отопления. А вот что говорят те, кто находился рядом с квартирой, где произошел взрыв. Те, кто буквально в эпицентре взрыва был в те минуты. Дверь, все там, стены, все там. Навряд ли. Что-то может уцелить. Там личные проемы до сих пор, говорят. Нам помогали эвакуироваться уже МЧС, они быстро приехали. Пытались уже одеться, взять документы. Особой паники не было. Вроде бы, как говорится, МЧС, они старались, говорится, видимо, предотвратить эту панику. Ну, не было такой особой, скажем, паники. То есть люди, которые попали под завалы, кого-то заблокировали дверь, естественно, звали на помощь. Кого были, как говорится, под рукой мобильного телефона, уже вызывали службу спасения, скорую помощь. Что случилось, было непонятно. Потом, как говорится, уже более-менее темночек, все вырубилось. В связи, да, с обстановкой дома, как все знают, большинство людей устанавливали все. Так, скажем, автономные котельные, индивидуальные, вернее, квартиры. Ну, вроде бы, как по разговорам они все ставили. А там неизвестно. То, что, как следствие, там что-то покажут. Половина пятого утра, во время, когда все случилось, люди спали в своем доме, не сразу поняли, что вообще произошло, только услышали громкий хлопок. Встал 20 минут пятого, вот, ну, как в туалет, да, ну, рубашки у нас, чиноветы. Тебе снимают так это. Так, и что? Иду, иду, да, да, иду, и главное дело, вот, только дошла до этой-то, как в кухне дверь откроется, и стекла подкачаны, и я упала. Ну, я пришла с работы, в плане третьего я работаю в кафе, и тоже вот так издревала. Ну, пойму, в чем дело, как громохнет и гарю запахло. Я думаю, я как закричу, Саша, пожар, бери документы. Дом, в котором произошел взрыв по адресу 1-й осенний переулок 4 находится, и вероятной причиной трагедии также называют утечку газа сейчас. По данным местных жителей, у этого дома отопления не было с апреля уже, и вот в начале октября они со своей проблемой решили обратиться к главе городадминистрации. Это было на приеме граждан по личным вопросам. Две недели назад отопление, наконец, появилось после этого обращения. Были проблемы, в том числе, с управляющей организацией, которая обслуживает непосредственно котел Техрембетсервис-2. Котел отопления, я имею в виду. И вот возобновление подачи тепловой энергии было возможно только после решения прокуратуры относительно этой организации. Вообще, жители многоэтажки говорят, что индивидуальную систему отопления в квартире, где произошел взрыв, вероятно, установили всего пару дней назад. Там проживала вполне благополучная семья, муж, жена, двое детей у них. Это мальчик примерно 12 лет и девушка лет 17-18. Есть у соседей другая версия. Многие винят вторую соседку, которая якобы раньше уже установила в своей квартире отопительную систему, и ее даже просили убрать это оборудование местные жители. Ну вот, давайте посмотрим, что могло пойти не так. Эксперты говорят, что проблема с колонками в основном типовая и стандартная. Вот так вот работает нормальная колонка, мы вам сейчас покажем. По трубе поступает холодная вода, в горелке поджигается газ, и он горит, вода нагревается. Это если все работает в штатном режиме, то вот такая схема действует. Но бывает так, что запальник, так называется, часть, которая отвечает за поджиг газа, работает плохо, неправильно. То есть засоряется или просто может быть неисправным. И вот тогда уже газ накапливается, и искра появляется вновь, взрыв уже не минуем. Примерно то же самое произойдет, если утечка будет из гибкого шланга, который подходит к колонке. Кстати, сейчас именно эту версию, как одну из вероятных, рассматривают. Специалисты ругают неграмотное население, мол, вот в таких случаях надо ставить датчики газа. Ну и вот давайте теперь предварительный итог рассмотрим. Сейчас нам известно о 15 пострадавших, трое погибших и 14 разрушенных квартирах. Жители эвакуированы. Их размещают в квартирах маневренного фонда, гостинице Рязанского института развития образования и школе номер 3, что находится неподалеку, это всего минут 10 пешком от места взрыва. Ну и вот первый осенний переулок, дом 4, это почти центр Рязани. Находится рядом кладбище Лазаревский некрополь. ЖД-станция Рязань-1, это тоже буквально минут 20 от этого места. Постройка эта достаточно новая, она соседствует с одноэтажным старым жилым фондом. Это деревянные маленькие дома. И вот сам дом, где произошло ЧП, в эксплуатацию был введен в 2005. Его дизайн сильно отличается, выделяется вообще во всей городской черте. Два подъезда было в доме и 10 этажей. И вот еще вопрос, можно ли дальше эксплуатировать поврежденный дом теперь. Это будут выяснять с помощью комплекса «Струна». Он уже отправлен в Рязань, этот комплекс оценит устойчивость здания, не опасно ли в нем находиться, не угрожает ли дом соседним объектам сейчас. Ну вот внутри струны находятся три пьезоэлемента. Они позволяют фиксировать колебания в трех направлениях сразу. Прибор одинаково эффективен для проверки зданий любого возраста, с любыми повреждениями и износом. От новостроек до промышленных дымовых труб. Датчик прибора легко разместить на стене с помощью обычного скотча. Это позволяет не разрушать стены и не портить ремонт, который есть в здании. Прибор фиксирует колебания частотой от 10 части Гц до 150 Гц. И полученные данные затем обрабатываются на компьютере. И вот уже отклонения в сторону низких частот свидетельствуют о большей степени износа. Наличие дефектов или разрушений. Ну вот бытовой газ взрывается в российских многоэтажках. К сожалению, достаточно часто мы можем вспомнить только несколько случаев, которые происходили в последние годы в нашей стране со взрывами бытового газа. Субтитры создавал DimaTorzok И вот совсем недавно МЧС по Рязанской области заявило, что трое погибших, которые проживали в этом здании, находились в разных квартирах. Были жильцами разных квартир. Это значит, что беда пришла в три разных семьи. Но вот уже двумя часами позже трагедии в Рязани и взрыв сегодня утром прогремела в Тюменской области. И вновь бытовой газ. Четыре человека оказались в больнице после взрыва. Среди пострадавших есть ребенок. И вот сейчас стало известно, что глава МЧС России Владимир Пучков потребовал расселить этот жилой дом. После взрыва из него пришлось эвакуировать всех жителей. Это 23 человека. Людям предложили варианты временного размещения. Известно, что в квартире на втором этаже, в которой произошел взрыв, хозяев не было на тот момент. Так что жертв в эпицентре удалось избежать. Взрывная волна была сильной. Она пробила стекла и повредила стены.